Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня четверг, 4 июня, и у нас все еще продолжается карантин по коронавирусу. Я хочу сделать анонс наших новостей. За неделю ничего, по сути, не изменилось в решении губернатора, и мы не можем пока собираться, даже с ограничением до 50 человек. Я слежу за новостями, и как только появится новая информация, я ее представлю. Также эта неделя ознаменована новостями о демонстрациях и протестах в Соединенных Штатах в связи с убийством полицейскими в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. И во вторник у нас была запись видеороликов, которые мы выкладываем каждый день в молитвенном доме, мы это делали. После записи уже вечером стало нам известно, что и в Федерал Вэй собирается демонстрация протеста, и видели группу людей в черном, направляющуюся в сторону больших магазинов на 320 улице. Мы беспокоились за наш молитвенный дом, включили на всю ночь свет на парковке и молились, чтобы не было вандализма и погромов. Но пока у нас все в порядке, слава Господу. Однако прошу молиться о безопасности нашей церкви в это тревожное время. Мы продолжаем благодарить Господа, что из наших братьев и сестер Никтона на данный момент не заболел коронавирусом. Также есть добрая новость о том, что зять нашего брата Ивана Иванджи Федор, который находился в коме три недели, пришел в себя, выписал домой и сейчас восстанавливает свое здоровье. Слава Господу и благодарность за вашу молитвенную поддержку. Хочу сказать, что мы перенесли время молитвенного Zoom общения с четверга на среду на 9 часов вечера, так как это оказалось более удобное время для многих. И как показало наше вчерашнее общение, на это время большее количество людей у нас присутствует в нашем молитвенном общении. В прошедшую субботу в прямом эфире в молитвенном доме проводился музыкальный марафон, и я хочу поблагодарить всех участников и техническую команду. Господь был прославлен, и многие люди откликнулись и поддержали нас в сборе средств на поддержку семьи погибшего пастора Александра Останкина. Огромная благодарность всем, кто откликнулся на эту нужду, и пусть Господь вас обильно благословит. Сбор средств будет продолжаться до пятницы, 5 июня включительно, и на данный момент собрано 13 491 доллар. В предстоящую пятницу, 5 июня, всех приглашаем на прямой эфир программы «Опыт веры» и гости программы «Семья Святецких». В субботу у нас прямая трансляция богослужения в 10 часов, субботняя школа, в 11.15 вторая часть и проповедь. Проповедовать будет Виктор Крушеницкий. И в заключение хочу прочитать, как пожелание всем нам уповать на Господа, который вдохновил пророка Иеремию, написать. «Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее. Господь имя Ему, воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Иеремия 33.2.3 Дорогие братья и сестры, желаю вам жить в безопасности и здоровье, уповая на Господа. Продолжение следует...